Все социальные медиа облетела видеозапись, как в Хасавюртовском районе нашей республики полицейские задержали мужчину, который нанес ножевые ранения односельчанину утром 19 октября. Как уточнили в пресс-службе МВД по республике, после проведения хирургической операции, жизнь пострадавшего вне опасности. Но для нас эта история стала поводом поговорить о немотивированной жестокости, которая стала частым явлением в нашей республике. Ну а вы смотрите проект «В центре внимания», веду его я, Башир Абдрахманов. Здравствуйте! Эту историю по косточкам уже много кто разбирал, в том числе в нашей компании. В селении Муцалаул Хасавюртовского района водитель маршрутного такси ранил своего сельчанина ножом. Конфликт произошел из-за числа пассажиров, рассаживающихся в транспорте. Одному из участников конфликта распределение показалось несправедливым. И в ходе возникшего скандала водитель нанес проникающие ножевые ранения в область брюшной полости 43-летнему односельчанину, также водителю маршрутного такси. Скажу сразу, что пострадавший сейчас находится в больнице в Хасавюрте, и ему ничего не угрожает. Но что заставило человека вдруг пойти на такие крайние меры? Тем не менее, немотивированная жестокость – это тенденция, которая наблюдается в обществе в целом. И среди молодежи она очень опасна и настораживает. Хотя тут мы имеем весьма показательный пример взрослого человека. Жестокость не появляется на пустом месте. Она проявляется тогда, когда уже есть. Человек – существо биосоциальное, а о биологии нас, как видом ликопитающих, увлекшись социальными аспектами, мы частенько и забываем. Волк или тигр, терзающие свою жертву, жестоки. Жестокость им необходима для того, чтобы выживать. Им кушать нужно. А человек еду покупает в магазине. Ему для существования нет необходимости проявлять это качество. Однако время от времени, в критических ситуациях, это качество вполне может проявиться и в людях тоже. Но что бы этого ни происходило, человеку нужно воспитывать. В отличие от животных, у человека для решения своих проблем есть вербальные навыки. Правда, есть еще не только воспитание, но и самовоспитание, социальные нормы, страх наказания за их нарушения, наконец. При этом человек все равно может переходить границы нормы. Под влиянием алкоголя или наркотиков, под влиянием болезни, не обязательно психической, под влиянием обстоятельств, например, находясь в состоянии стресса, когда ему очень больно и обидно. И ответить тому, кто ему причиняет боль и обиду, он не может или боится. В истории с теми двумя маршруточниками все очевидно. Люди не живут по правилам. А даже если и есть у них правила, они их не уважают. Как вообще не уважают законы и правила в Дагестане? А ведь если бы люди с самого начала договорились о том, как они распределяют клиентов, не было бы этой истории с поножовщиной. Во всяком случае, проявилась бы жестокость этого человека в не столь трагической форме. Хотя надо сказать, что жестокость у нас встречается на каждом шагу. И в отношении к животным у нас ситуация точно такая же, как и в отношении с людьми. Практика доказывает, что не все, кто мучил животных, становятся убийцами. Но из убийц почти все мучили животных. То, что человек издевается над живым существом, говорит о снижении такого важного качества, как эмпатия и сочувствие. Ведь убить человека технически просто, а вот эмоционально довольно сложно. Нужно через что-то переступать. И вначале будущий преступник переступает через животных. Ведь их проще убить, они не вызывают такого сочувствия. И к тому же это безопаснее. Нет опасений, что его посадят, в отличие от убийства человека. Также нет прямой связи между получением удовольствия от издевательства над животными и психическим здоровьем человека. Садисты могут быть вполне вменяемыми. Однако то, что люди, которые отличаются немотивированной жестокостью, имеют отклонение психики – это факт. Такое поведение может быть вызвано воздействием факторов воспитания культурных особенностей среды. Не везде в мире к животным относятся одинаково гуманно, но к человеческой жизни все равно бесценна. Учить людей доброте – это сложная наука. И, наверное, общество должно само понять, что по ножовщиной, взаимными оскорблениями или ненавистью сделать свою жизнь счастливой и благополучной не получится. Вот только кто будет говорить об этом нашим людям, если главными героями нашей молодежи, являются те, кто зарабатывает своей жестокостью миллионы. Это бойцы самого разного вида единоборств. Однако это уже совсем другая история. Ну а вы смотрели проект «В центре внимания» и вел его я, Паша Рабдрахманов. Всего доброго!